Турнир памяти щелковских футболистов проходил в Манеже универсально-спортивного комплекса Подмосковья. В зале собрались ветераны, отдавшие любимой игре многие-многие годы жизни. Церемонию открыл организатор и уже многие годы вдохновитель турнира памяти щелковских футболистов тренер Андрей Серебряков. На будущее, я думаю, будем расширять формат, что-то придумывать. Ваши тоже предложения и просьбы, фотографии старые, приносите. Мы их там и копируем, и делаем стенды. Я думаю, что со временем мы какой-нибудь маленький музей сделаем где-нибудь здесь. На стендах фотографии тех, кто создавал славу нашего футбола и вообще спорта в районе. Это дань памяти тем, кто готовил молодую смену, выводил на всероссийский уровень команды и в Щелкове, и в поселениях. Их уже нет с нами. Один из них Геннадий Бессонов, мастер спорта международного класса, рекордсмен, легкоатлет, призер многих мировых первенств по тройному прыжку. Он многие годы в нашем районе занимался воспитанием будущих чемпионов. В обращении спортивной общественности и ветеранов в том числе, имя Геннадия Бессонова предлагается присвоить стадиону в Образцове для увековечивания памяти о спортсменах с большой буквы и сегодняшний турнир. Участвуют в нем игроки в прошлом знаменитых футбольных клубов, команд областного и районного уровня. Их фамилии знают те, кто по-настоящему любит самую массовую игру, всегда формировавшую в стране и, соответственно, в нашем районе, здоровых, энергичных, готовых к труду и к победам во всем наших соотечественников, наших земляков. Многие продолжают свою активную жизнь в футболе. Кто-то на первенстве России продолжает играть среди ветеранов. И вот эти встречи, конечно, постоянно и летом, когда мы встречаемся, и зимой. И вот память тех ветеранов, которые уже не с нами, вспоминаем о них. Ну и просто встречаемся, вспоминаем молодость. Ветераны футбола и в этот день показали класс игры. Финальный матч на Кубок турнира памяти щелковских футболистов проходил азартно, с огромным энергетическим зарядом. В нем участвовали две команды. Одна представлена была ветеранами, игравшими в большой футбол в 70-х, 80-х годах, а другая в 90-х, 2000-х. Игра между, без всякого преувеличения, асами футбола получилась и зрелищной, и с интригой. В течение матча победа была то на одной стороне, то на другой. Была назначена серия пенальти, и тут удача улыбнулась более молодым, если так можно выразиться, футболистам. Их фратарь был чуть-чуть более результативным. В итоге 9-11. Большое спасибо команде 70-х, 80-х годов, которые показали такой футбол. Сейчас молодой уровень такой футбол не показывает. Такую карусель устроили. У многих головы даже закружились. Футбол как история, футбол как часть жизни его ветеранов – это становится для Щелковского района традицией. От того, как мы храним эти традиции, зависит будущее нашего футбола, наших спортивных побед. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».